Аварийные дома разваливаются, на улицах скользко, крыши текут. Коммунальные службы выполняют свои обязанности и не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Пакет на голову и вперед! Жители Барнаульской многоэтажки спасаются от потопа с подручными средствами. Приходится брать пакет, каким-то образом накрывать и готовить. Почему? Потому что жалая вода попадает прямо на голову. Живут в столетних развалинах. Жильцы аварийного дома годами ждут компенсации, чтобы купить благоустроенное жилье. А у нас все рушится. Вот посмотрите, потолки какие. Ну, туда, если тоже повезти, там тоже везде рушится. Почти портал в потусторонний мир. Возле жилого дома разверзлась бездна с нечистотами. Канализационный люк провалился в колодец. Я с балкона убирал снег. Вот случайно. У меня вон балкон третьего этажа. Я увидел дыру. Кстати, белый снег, вот такая черная дыра. Уже конец марта. Весна в Барнаул приходить не торопится. В отличие от этого многоквартирного дома, весеннее дождливое настроение здесь царит с начала календарной весны. Крыша многоквартирного дома протекает. И находиться без дождевика и зонтика в квартирах сложно. Вот так вот у меня течет крыша. Тут уже пряжки поналожены, толку никакого. Это все классно. Бежит отовсюду. Весь угол. Это все. Это пипец. Но вот тут, извините меня, водопад. То есть тут вода льется вплоть до коридора. 10 марта Светлану Цимбалей разбудила журчание воды. С потолка полил дождь, залил всю кухню. Причина протечка крыши, последствия ЧП Светлана устраняет до сих пор. Холодильник у меня стоял здесь. Я испугалась то, что дыркбой замкнет. Там у меня розетка. Течет все по розетке, по подоконнику, то есть обе стены. Как выяснилось, после фонтаны в многоквартирном доме бьют каждую весну. Уже на протяжении 10 лет, рассказывают жители. Да, я переехала сюда в декабре. Мне было бывшей хозяйкой. Сказано, что здесь намокает угол. Причем угол она мне показала совершенно в другой комнате. После потопа Светлана срочно вызвала ЖЭУ. Специалисты приехали, посмотрели. Позже выслали ответ. Мол, проведут ремонт кровли весной-летом этого года. Правда, частичный. Но женщину это не устраивает, впрочем, как и жителей всего пятого этажа, которые страдают от дождей в квартире. Вот эта люстра где-то в феврале начала коротиться, ну, то есть шипеть. Я включаю, и она ведет себя неадекватно. Я не стала ждать, пока там все взорвется. Вызвала электрика нашего. Он снял люстру и вылилось где-то 5-6 литров воды. Приходится вот брать пакет, каким-то образом накрывать и готовить. Почему? Потому что ржавая вода попадает прямо на голову. Светлана Рохлина уже устала делать в квартире ремонт после каждого потопа. Накладно. Каждый год женщина тратит огромные суммы на восстановление квартиры. Затраты никто не компенсирует. По ремонту сколько вы на него тратите ежегодно? Вы знаете, я не считала так, но в среднем тысяч по двести. Каждый год? Потому что мы все реставрировали, мы пол убирали, мы стены убирали, потому что вот все рушилось. В ЖЭУ предлагают провести латочный ремонт, но это полумер, возмущаются люди. Кровля срочно нуждается в капитальном ремонте. Латочный ремонт, это очень смешно говорится прям даже. Это как будто кисточкой помазали. Вот знаете, вот это называется у них латочный ремонт. Течь, она как бежала, так и бежит. Уже у нас и насекомые побежали, и мокрицы. То есть это просто ужас. Спишь вместе с мокрицами, вы понимаете, что это такое. Спать с мокрицами и латать свои квартиры жителям многоэтажки придется еще не один год. Кап ремонт кровли запланирован на 2026-2028 годы. Какие человеческие условия, когда ты... Это вот у меня так, слава богу, еще, да, а у людей они спят вместе с тазиком. Какие это человеческие условия? И мне ждать, когда у меня упадет обрушится кирпич над окном. В 19 веке этот дом в центре города был молод и красив. Простоял он и весь 20 век. Но вот в 21-м годы начали давать о себе знать. Сегодня терем из прошлого разваливается на глазах. Ему бы уйти на покой, но на покой, скорее всего, уйдут его жители, которые здесь живут. Дом уже 6 лет, как признан, аварийным. Моя спальня. Просыпаюсь иногда от капели. Тут вот стояла тумбочка, на которую капала, подставляла всякие тазики, подставляла тряпки, собирала, вытирала. А вот это вот разведкоробка, мимо которой вода тоже бежала. Вот видите здесь. Вот я им уже когда сказала, говорю, что вот замыкание будет и загорится дом, отвечать будете вы. Квартира пенсионерки Любовь Грибовой пустует уже три года. Да, ее дом на Короленко 97 признан аварийным в 2014 году. В 2017-м Любовь Григорьевна сбежала из разваливающегося дома. Жить в нем стало невозможно. Пенсионерка боялась погибнуть под завалами собственного дома. А еще с каждым днем в квартире становилось все холоднее и холоднее. Вот ее, видите? Вы не увидите, а вон она там пустая, ее слышно даже. Он видите, как сын запенивал? Запенивал, отрывал все плинтуса. И думали, что из-под плинтусов дует. Все равно холодно было. Отвратительно. Обещали, говорит собственница, еще в 2015-м предоставить альтернативное, безопасное жилье. Но время шло, а люди продолжали ютиться в холодном доме, которому без малого 123 года. А вот это наша кухня, в которой мы топим печку, которая никак не может нас натопить. Над печкой постоянно течет крыша, которую никто не хотел делать. Это наша туалетная комната. Вверху идет вентиляция в виде трубы. Она ничем там не закрыта. Постоянные осадки. И все сыпется сюда. И стало быть, по краям трубы все намокает и все отваливается. Поэтому, если бы мы здесь жили, нас, может быть, и прибило здесь уже. Ну вот видите, какие эти ошметки тут валяются. Любовь Григорьевна сейчас проживает на съемной квартире на Усково. Благо, говорит женщина, жилье оплачивает городская администрация. Хорошо, хоть спасибо за это, что все-таки можно нормально в человеческих условиях пожить. Говорю, а доживу ли я до своей квартиры-то, как бы хочется. А ведь в чужой квартире лишний гвоздь не забьешь. Это я, ну, как порядочный жилец, потому что многие безобразничают. Я веду себя хорошо, но пришлось снять очень далеко. Потому что здесь люди не соглашались по договору. У многих была мебель, а мне свою надо было вывезти. Потому что мне сказали, не дай бог узнаем, что кто-то здесь у вас остался жить. Мы вам прекратим выплаты. Квартира на Короленко, 97, и Любовь Григорьевна в собственности. А это значит, что ей полагаются денежные выплаты на покупку новой. Администрация непробиваемая, бесполезна, денег нет, денег нет. А когда послушаешь, куда деньги посылают, направляют вернее, становится обидно. Бывает на такую ерунду, простите, их направляют, что вот думаешь, ну построили бы дом и расселили бы всех аварийщиков туда. Ждут выплаты жители цокольного этажа. Если в квартире Любовь Грибовой холодно и сыро, то там вообще караул. Пол поднять, там вода, честно говоря. Особенно весной, как начинается отекель сильно. Тайнее, да? Да, и вода сразу, прям вода может вот так подняться маленько. Ну я говорю, от сырости вот мы и только и здесь живем. А у нас все рушится. Вот посмотрите, вот потолки какие, потолки. Ну туда, если тоже повезти, там тоже везде рушится. Все тоже начинается сыпаться. Ну здесь стены лопаются. Ну как они лопаются, уже по швам идут. На рассыпающемся цоколе сейчас проживают двое, было пятеро. Большая часть людей разъехалась. Властябот Юрий остался, говорит, бросить дом не может. Мы только вдвоем остались соседом. Потому что оставлять дом, как говорится, это опасно. Это опасно, во-первых. Бомжи ходят, они могут и подожечь. Если здесь никого не будет, как говорится, этой общаги, то тогда все этому дому хана будет. Обоснуется здесь, да. Они здесь будут ночевать, как говорится. Там на второй этаж могут забраться. Просто мы следим. Помимо разрухи и холода, престарелый дом постепенно захватывает еще и грибок. В администрации нашему телеканалу пояснили, что деньги собственникам за их квартиры будут выплачены. После того, как в городскую казну поступит федеральное финансирование. А пока отчаявшиеся жильцы просто мечтают о новом доме. Допустим, у вас появилась квартира. Что-то в первую очередь сделаете. Ну, смотря какая квартира. Ну, ремонт. Посмотрела бы, как, что сделать, как, что расставить. Гости бы пригласила вас и детей, внуков, правнуков. Говорят, оно не тонет, но когда его слишком много, оно начинает всплывать там, где его совсем не ждут. Не ждали такого сюрприза и жители поселка Центральный. Недавно из-за непредвиденного коммунального коллапса люди рискуют погрязнуть в нечистотах. Я с балкона убирал снег. Вот, случайно, у меня вон балкон на третьем этаже. Я увидел дыру. Представьте, белый снег, вот такая черная дыра. Почти портал в потусторонний мир разверся под окнами Василия. В понедельник он обнаружил, что канализационный люк провалился в колодец. Уже пятница, а люк все там. Что там за комитет у вас в Барноле? Среда, четверг, пятница вы не можете рассмотреть. Три дня. Пустяшный вопрос. Позвонил по старым работам, все, 7,5 тысяч примерно. Все эти работы. Для мужчины спасти люк не вопрос принципа. Этот канализационный колодец стоит на территории дома Василия. И он полонечистот. Спасибо, что не через верх. Стоки перестали уходить как раз после обрушения на соседнем колодце. Люком могло там все перекрыть. Он тяжелый, большой люк. Вот он где-то сантиметров, наверное, 60 в диаметре. Он упал туда. Я же не знаю, где он что закрыл. Если он упадет на вот этот слив, а там же, ну что, трубы. Тем более по ним это не чистот. Там сочится по чуть-чуть. То есть она упала как-то неудачно. Всю неделю супруги льют воду по стройке, но как только стирка, из раковин сразу идет пена. И в таком положении несколько домов. После звонка Татьяны сюда приехали сотрудники водоканала, оценили масштаб работ и уехали, пояснив, что коммуникация не на их балансе. Поэтому сейчас проблему решает местная администрация. И такое не впервые. Был один раз вопрос уже такой, что они писали письмо с гарантией оплаты. Приезжала машина и чистила. Но тогда не было вот такой проблемы, что упала крышка. Ну а с другой стороны, а с кого брать платы? Канализация, она не частная. Когда была она моя частная, я знаете, когда вот эти проблемы закрыли. Мы один раз почти 8 тысяч заплатили, потому что оно пока стояло, там заилилось. И на днях проблема действительно сдвинулась с места. Дыру прикрыли. Привезли тот поддон. Мы положим вот это? Ну положите. А дайте нам паланчик, три штуки. Мутлинт еще вернем. Ну пошел в гараж сходил, принес. Нате, что еще дать? А провести полный спектр работ должны на этой неделе. Во всяком случае, так обещали власти. Иначе не ровен час и жизнедеятельность поднимется наверх. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях, оставляйте заявку на сайте. Это был «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok